МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На 12-м канале час новостей в студии Денис Уангс. Помогут встать на ноги. Врачи КМХЦ прооперировали первого пациента из Донбасса. Азартные игры с законом. В Омске под суд отправили организаторов подпольного казино. Какое наказание грозит омичам? Сплели паутину перед окнами многоэтажки. Жители одного из домов в центре Омска вступили в борьбу с интернет-провайдерами. И жизнь спасти, и в соревнованиях выиграть. В Омск съехали сотрудники МЧС со всей Сибири. И тигрячьи нежности. В большевеченском зоопарке на свет появилось трое тигрят. Омские медики сегодня прооперировали первого пациента из Донбасса. Операция длилась больше четырех часов. На завтра назначены еще три. Все случаи очень сложные. Врачам приходится собирать консилиумы по каждому пострадавшему. Для некоторых пациентов будут заказывать 3D-модели протезов. Всего в Омск из Луганской республики доставили 17 человек. Пациентам уже сделали медицинские полисы. Все необходимое лечение они будут получать бесплатно. После терапии раненых ждет долгая реабилитация. Екатерина Булычевская продолжит. Смотришь, самолеты летят, машины едут. А не танки, не БМП, да, и не вертолеты с той стороны. Только здесь, в палате Омского клинического медико-хирургического центра Алексей Бочаров впервые за последние несколько месяцев вспомнил, что такое крепкий сон. Его больше не мучают ночные кошмары. Врачи оказывают необходимую помощь, а душевные раны, которые болят не меньше настоящих, успешно лечат забота, которой сержанта Луганской мотострелковой бригады окружил медперсонал клиники. Такие милосердные. Все спрашивают, что надо, как, что, чего. В общем, ну, правда, отношение очень хорошее. И питание хорошее, и медперсонал, лекарства, все прям, ну, на высшем уровне, скажу так. На высшем уровне. Спасибо большое. Все благодарны. У любого. Это не то, что я там написанный текст какой-то или еще, что... К любому нашему раненому подойдите, бойцу, поинтересуйтесь. И я уверен, каждый даст такой ответ. Омские врачи вместе с коллегами из Луганска без преувеличения спасли ополченцу жизнь. Алексей Бочаров показывает осколок танка Т-72. Во время боевых действий под Тошковкой он попал ему прямо в руку. Специалисты такое ранение называют убойным. Человек просто истекает кровью. И то, что ополченец сидит перед съемочной группой 12-го канала и дает интервью – настоящее чудо. Подъехал украинский танк с тыла и начал бить по нашим позициям. То есть, можно сказать, вам в спину ударили? Да, в спину. Мы даже не слышали его. Развернулся как-то назад, слышу выстрел, все. Такой какой-то горячий зной и удар, как кувалдой по руке. Выносили, когда меня к медикам, 4,5 часа добирались, под грады попадали. Посмотрели мое ранение, вот эти артерии, там все. Они говорят, тебе бы трех минут хватило истечь кровью. Я говорю, ребят, просто хотел жить и знал, что меня дома ждет семья. И все. Они говорят, с таким ранением, да, реально, выживает 1%. Просто, говорит, празднуй день рождения свой, ты родился в бронежилете. Второй день рождения может теперь отмечать каждый из тех, кого доставили в Омск из Донбасса. 17 человек и у всех экстра сложный, по словам главврача клинического медико-хирургического центра, случай. Одних отправили на операционный стол практически с трапа самолета. Других ждет встреча с хирургами в ближайшие дни. Некоторые травмы ставят в тупик даже специалистов с многолетним опытом. Ежедневно, говорит Вадим Бережной, доктора устраивают мозговой штурм. Это клинически сложнейшие случаи. Это абсолютно уникальные ситуации, с которыми в практике, в обычной, ну, сталкиваются, может быть, раз в год, раз в полгода травматологи по всей стране. А здесь это сразу и много таких пострадавших. Но по некоторым из них приходится прямо сильно-сильно размышлять, потому что случаи абсолютно нестандартные, случаи требующие индивидуального подхода, заказа особых даже порой металлоконструкций, металлических изделий. Медики готовы сражаться за жизнь и здоровье каждого, поставить на ноги всех пациентов из Луганска. Боец противотанкового взвода Родион Мацалов попал под снайперский обстрел. В Донецке никто не решался дать гарантии по его будущему. Но омские врачи не намерены сдаваться. Рядовому с позывным «Роди» уже оформили медицинский полис. Так что необходимое лечение он будет получать абсолютно бесплатно. Полиса не было у меня. Вчера все документы сделали. Принесут пластиковую карточку. Я могу лечиться на территории Российской Федерации бесплатно. Спасибо вам огромное. Кто нам помогает? Мы как отрезаны от всего мира. Только Россия. Без поддержки России. С 2014 года Россия нас поддерживает. И спасибо огромное вашим врачам. Настоящие волшебники. Из ничего делают конфету. Его спасают нам в жизни. Реабилитация, по словам Вадима Бережнова, у некоторых пациентов будет долгой. Около полугода. И все это время наши доктора будут рядом. Столько, сколько потребуется. Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Истории пациентов из Донбасса не оставили мечей равнодушными. В редакцию 12 канала звонят зрители с вопросом, как помочь пострадавшим жителям Луганска. Люди готовы передать продукты, вещи первой необходимости. Некоторые сразу привозят гуманитарные наборы прямо к дверям клинического медико-хирургического центра. Как нам объяснили, в центре, где формируют гуманитарный груз, необходимы полотенца, чайники, средства гигиены и продукты с длительным сроком хранения. У меня сестра работает на скорой помощи. Они как раз встречали этот борт. И она рассказала, что ребят привезли в эту клинику. Помочь это, по-моему, святое дело. Самое малое вообще, что мы можем для них сделать. То, что попросили, то и привезла, то и купила. То, что нужно ребятам. Пусть пользуются, пусть выздоравливают. К другим темам. Вице-премьер страны Виктория Абрамченко уже завтра посетит Омск с рабочей поездкой. Свой визит куратор Сибирского федерального округа при правительстве начнет в Называевске. Здесь, напомню, в начале мая произошли крупные пожары. Пострадали еще несколько районов. Огонь уничтожил 126 домов. Без крыши над головой остались около 400 человек. Как исполняется указ президента о помощи погорельцам, Виктория Абрамченко проинспектирует лично. Напомню, ранее Владимир Путин по итогам совещания с руководителями пострадавших регионов принял решение о комплексной помощи всем пострадавшим. Должна быть оперативно, приведена оценка ущерба, восстановлена инфраструктура, а также выделены средства на покупку или строительство жилья. Как отметил Александр Бурков, в Омской области большая часть пострадавших от пожаров людей уже получили компенсацию. И могут заключать договоры на покупку квартир или строительство домов. Омским предприятиям в очередной раз компенсируют затраты по выплате кредитов. На поддержку направят около 100 миллионов рублей. Деньги предоставит региональный фонд развития промышленности. Субсидию выделил областной Минпром. Гранты позволят предприятиям компенсировать до 90% затрат по уплате процентов по банковским кредитам, оформленным с апреля этого года. Максимальная сумма для одного получателя составит 50 миллионов рублей. Как отметили в профильном ведомстве, это позволит снизить финансовую нагрузку на компании. Заявки на гранты принимают в Омском региональном фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу проспект Комарова, 21, корпус 1. В Омске будут судить организаторов подпольного казино. Обвинение предъявлено 10 амичам. По версии следствия, нелегальным бизнесом участники организованной группы занимались в течение трех лет. В целях конспирации за это время сменили 6 адресов и все-таки не смогли уйти от правосудия. Прошлой зимой преступников задержали на Иртышской набережной, где располагалось подпольное казино. На нелегальных азартных играх подельники неплохо заработали 13 миллионов рублей. Теперь с деньгами фигурантам уголовного дела придется расстаться. Суд уже арестовал имущество обвиняемых. Каждому грозит штраф в миллион и до шести лет тюрьмы. Вместо вида на город сети всемирной паутины в редакцию 12 канала обратились жильцы одного из домов в Центральном округе. На мячей смущают провода. Кабель сотрудники интернет-компании протянули к соседнему зданию, использовав их многоэтажку в качестве опоры. Теперь люди опасаются, из-за сильного ветра может случиться ЧП. Законны ли действия фирмы, разбиралась Светлана Мельниченко. Балкон – любимое место Тамары Рабинович. Отсюда открывается прекрасный вид на исторический центр Омска. Правда, любоваться им в последнее время мешают провода. Сети растянулись от чердака дома до многоэтажки напротив. Кабель не только портит вид. Пенсионерка переживает за безопасность. Сейчас сильные ветра, вообще страшно. И бывает и зимой. А зимой как? Они же все обледенеют. И тяжелые. И все. В общем, это опасно, я считаю. Со своими опасениями Тамара Рабинович обратилась в управляющую компанию. Здесь пояснили. Провода принадлежат оператору кабельных сетей. Разрешение на размещение оборудования организация получила еще в 2008 году. Решение приняли на общем собрании собственников, когда в доме проводили интернет. Но эти провода действительно появились здесь недавно. Сотрудники управляющей компании предположили, с помощью сетей провайдер предоставляет доступ к интернету другим клиентам. Оператору это удобно. Он использует дом как в качестве опоры. Для того, чтобы услуги связи предложили следующему клиенту, абоненту. И это, как правило, и производится через слуховое окно, через чердак. С транзитом к следующему объекту прокладывается сеть и связи. Какое именно оборудование имеет право размещать провайдер в доме, в документах не указано. Юристы поясняют, в таких случаях жильцы дома могут потребовать организацию убрать сети, если они доставляют собственникам неудобства. Сам по себе закон не регулирует, каким образом они должны это делать. То есть размещать эти провода. Но в случае, если собственнику это мешает, то он может через, допустим, претензию к управляющей компании обратиться с требованием перенести провода, потому как они мешают его имуществу. К решению проблемы уже подключились юристы управляющей компании. Не бездействуют и сами жильцы. Тамара Рабинович подоложала бы в Государственную жилищную инспекцию. Вполне вероятно, что урегулировать спор получится и мирным путем. Сотрудники компании, которые принадлежат сети, открыты для диалога. Светлана Милиниченко, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Нарыбачили на полмиллиона. Речная полиция поделилась результатами рейдов за май и июнь. У браконьеров, орудующих в разных районах области, силовики за два месяца изъяли почти 80 рыб и 500 метров сетей. Так, например, транспортные полицейские на РТШ поймали с поличным четырех жителей Большереченского района. Рыбачили подозреваемые с помощью запрещенных донных сетей. Улов оказался богатым в 17 стерлядей и 1 нельма. И вытянул почти на 100 тысяч рублей. Теперь каждому из рыбаков грозит до 5 лет колонии. Всего же с начала сезона силовики завели 7 уголовных дел и составили 6 протоколов. Ущерб, нанесенный природе, эксперты оценивают в полмиллиона рублей. Улицу Степанца вновь ждет ремонт. В порядок ее уже проводили в 2020 году на участке от Лукашевича до перелета. Теперь дорожное полотно обновят на оставшейся части от перелета до бульвара архитекторов. Стоимость работ 66 миллионов рублей. Предстоит заменить асфальт, отремонтировать тротуары. Также установят новые дорожные знаки и остановочные павильоны. Добавлю, на левобережье уже ведется масштабное дорожное строительство. У арены Омск появится новая развязка. Уже привели в порядок дублер улицы Лукашевича. Сейчас бригады сосредоточились на улице Крупской. Движение здесь перекрыто. Борются за золото Сибири. В Омске в эти дни проходят соревнования среди сотрудников МЧС. Участие в них принимают 10 команд. Это около полусотни пожарных из регионов Сибирского федерального округа. Спасатели на скорость тушат возгорание, проходят полосы препятствий, оказывают помощь пострадавшим. Лучшие будут представлять Сибирь на всероссийских соревнованиях. Подробности у Никиты Смирнова. Пара секунд, и дверь поддается. Спасатели бросаются в бой с огненной стихией. За считанные мгновения буквально взлетают по пожарной лестнице. Легко это выглядит лишь о стороны. Каждый сотрудник в полном обмундировании. Вес снаряжения почти 20 килограммов. Еще один этап испытаний – бетонный лабиринт. Впрочем, преодолеть его не так-то просто, когда за спиной баллон весом в 10 килограммов, а в руке лом, который между собой спасатели называют хулиган. Зовется так неспроста. Таким инструментом, говорят спасатели, можно открыть любую дверь. Сделать это деликатно вряд ли получится. Впрочем, в работе пожарных не до церемоний. Главное время. И не только, когда речь идет о работе на пожаре. Когда вызов поступает в диспетчерскую, у бригады на сборы есть всего пара минут. Перед пожаром надо за секунд 15 минимум одеть, чтобы быстро все успеть и выехать на помощь людям. На учениях все как в реальной жизни. Найти и помочь пострадавшим, локализовать открытый огонь. Финальный этап испытаний – дымокамера. С ее помощью имитируют самую сложную категорию пожара. Когда видимость нулевая, и пробираться приходится практически на ощупь, минуя различные преграды. За работой команды жюри следит с помощью тепловых датчиков. Иначе разглядеть спасателей практически невозможно. Давай, 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 партий! Молодцы! В реальности отслаженные работы команды в подобных условиях зависят не только жизни пострадавших, но и самих спасателей. Одно из главных правил работы – взаимовыручка. Вот ситуация, которая вполне могла произойти в реальной жизни. Во время задания у бойца из Барнаула из строя вышел кислородный баллон. Коллеги тут же приходят на помощь. При боевой проверке неисправность баллона, и пришлось его поменять. Унижение этого бедоначильника было недоступно, поэтому переключились и работали от одного моего аппарата. Условия на площадке максимально приближены к реальным. И пусть с настоящей работой они все же не сравняться, без таких тренировок нельзя. Для спасателей это возможность отработать различные сценарии, даже самых масштабных ЧП. На учениях собрались полсотни лучших спасателей со всей Сибири. Очень много команд у нас. Приехало довольно-таки сильных, физических, со всего сибирского края. Обмениваемся опытом, как жизненным, так и пожарным. У нас сейчас вся Сибирь, то есть сибирские соревнования, выявляется лучшее в Сибири звено. И затем проводятся всероссийские соревнования, где госдомозащитники показывают свой профессионализм для своей дальнейшей работы. По результатам двух соревновательных дней жюри предстоит выбрать из десяти команд одну. Победители будут отстаивать честь Сибирского федерального округа уже на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в конце июля в Татарстане. Никита Смирнов, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Придумано в Индии, доведено до совершенства в Омске. Амич Павел Коновалов наладил производство досок для йоги. С помощью таких, уверены индусы, через боль можно натренировать силу духа. Убедился в этом и омский бизнесмен. Освоил практику сам, а после превратил свое новое влечение в прибыльный бизнес. Всех денег не заработать, а когда ты реально улучшаешь жизнь человека, это тебя очень сильно подпитывает. Совершенно другой энергии, совершенно другие эмоции. Привычные индийские доски Павел счел неудобными и разработал свой вариант. Использует современные материалы и технологии. О том, как индийскую выдумку довели до совершенства в Омске и кому противопоказано стояние на гвоздях, в 19.30 расскажет Денис Жарков. Разработают роботоуборщика для улиц, проведут учет деревьев, создадут веб-приложения для туристов. В Омске открылась студенческая IT-лаборатория. Свои проекты для реальных компаний разработают 10 команд. Помогать начинающим программистам и дизайнерам будут наставники. Новые приложения и сервисы, делятся организаторы, будут полезны не только заказчикам. Оценить их смогут амичи и даже гости города. Так для туристов разработают специальный гид по самым значимым местам Омска. В планах программистов создание зеленой карты, своеобразного реестра деревьев. Еще один проект – уличный робот-пылесос. Он будет убирать с газонов мелкий мусор. Мы отдельно над этим работаем, чтобы все проекты были не просто учебными, сделали и забыли, а чтобы они все доходили до публикации, чтобы всеми ими можно было пользоваться, чтобы они все как-то дальше после лаборатории могли развиваться. Для победителей у нас кубок очень престижный, кубок лаборатории, за которые ребята борются. Плюс призы от партнеров, если ребята делают проект, неважно, победитель это или нет. Если просто проект доводится до ума, доходит до финала лаборатории с достойным результатом, то ребята еще денежные вознаграждения получают. Проекты реализуются при поддержке IT-кластера Сибири. Победители прошлого года получили приз за создание виртуальной выставки, оцифровали экспонаты музея имени Врубеля. В работе ребята использовали технологии дополненной реальности. И последнее. В семье тигров из Большевеченского зоопарка Азы и Графы очередное пополнение. Трое тигрят. Родителями пара стала уже в пятый раз. На свет малыши появились месяц назад. Все это время заботливая мама прятала детенышей от посторонних. И лишь сейчас они стали выходить в вольер. Пока тигрята питаются молоком, практически все время проводят рядом с мамой. По словам работников зоопарка, посетители увидеть их смогут лишь через месяц. А когда малышам исполнится два с половиной месяца, им поставят первые прививки. Тогда же работники смогут определить пол тигрят и будут рассматривать предложения об обмене их в другие зоопарки. Мама Аза их очень оберегает, следит, чтобы малыши находились вдалеке от посторонних взглядов посетителей. Малыши чудесные, пухленькие, толстенькие, веселые, но пока что еще особо не активные, так как маленькие. Добавлю, что в прошлый раз счастливое событие в семействе Аза и Графа произошло два года назад, в 2020-м. Тогда из-за пандемии и сложности с транспортировкой, двум тигрятам пришлось провести с родителями целый год. После хищников отправили в другие зоопарки. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова